Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Добровольский. Сегодня мы с вами сделаем обзор достаточно уже распространенного на рынке аппарата Google Nexus 5. Вот этот аппарат, продолжатель линейки Nexus. До этого был Nexus 4 от LG, сейчас Nexus 5 тоже от LG. Очень интересно посмотреть, что это за аппарат. И какие у него изменения. Начнем, как обычно, с коробки. Распакуем ее. Поехали! Коробочка в фирменном стиле Nexus. Также упакован и планшет. В коробке сам Nexus 5 с белой крышечкой и с белым динамиком разговорным. Сложной конструкцией коробка. А в ней всего ничего. Зарядное устройство. Документация. Со скрепкой для лотка для сим-карты. И кабель USB-micro-USB. Все. Давайте посмотрим, какие управляющие элементы находятся на боковинках смартфона. Итак, сверху у нас находится мини-джек для наушников и гарнитуры, а также вспомогательный микрофон для шумоподавления. На правом торце у нас располагается кнопочка включения-выключения смартфона и отсек для сим-карты. На нижнем торце у нас находится монодинамик основной мультимедийный. Хоть здесь и две решеточки просверлены, тем не менее динамик здесь один. Под второй решеточкой находится основной разговорный микрофон, а также micro-USB. На левом торце располагается качелька регулировки громкости и все. На задней панели располагается глазок основной камеры, светодиодная вспышка, большая надпись Nexus, логотип LG. На фронтальной панели располагается основной разговорный динамик, датчики, глазок фронтальной камеры и экран 5 дюймов. Кнопок андроидовских тач-кнопок здесь на корпусе нету, так как здесь стоковый Android, здесь все кнопки наэкранные. Переходим к техническим характеристикам. Google Nexus 5. Они здесь топовые. Топовее не бывает. Вернее, бывает, но еще вживую, пока что не продается. Итак, процессор здесь. Qualcomm Snapdragon 800 и четырехъядерный, график Adreno 330. Все игры работают, все приложения летают, никаких проблем. Оперативной памяти 2 ГБ, постоянной памяти 16 ГБ. Линейка Nexus от Google отличается тем, что в Nexus не ставят слота для расширения памяти. То есть, вот у вас есть 16 ГБ на этой версии, да? Все, больше никак. Сейчас на рынок России поступил еще в продажу 32-гигабайтовый Nexus 5. Там чуть больше. Но расширить картой памяти и еще добавить 64 ГБ не получится. Едем далее. Камера основная 8 Мп, фронтальная 1,3 Мп. Аккумулятор 2300 мАч. Экран 5 дюймов, Full HD, шикарнейший экран, хорошая он прям. Плотность, то, что надо, 440 там, чем-то PPI. В принципе, это и все основные характеристики, за исключением того, что здесь важным моментом является операционная система. Самая актуальная. Здесь стоит Android с самой свежей версией. Вот какой выпустил Google релиз сделать, такая здесь и стоит. На данный момент 4.4. Это отличительная особенность линейки Nexus. Если хотите свежий Android, то берите Nexus. Давайте расскажу о своих впечатлениях об этом аппарате Google Nexus 5. Проведя с ним неделю, могу поделиться своими мыслями о нем. Аппарат абсолютно ровный. То есть у него нет ничего, чтобы его так сильно отличало от остальных аппаратов, какой-то своей фичи, которая бы стреляла. Ну вот кроме версии Android, самой свежей. Все остальное, все работает. Все топовое, все хорошо, ничего не тормозит. Камера снимает, снимает достаточно хорошо, средне там, не знаю. Ничего такого выдающегося в нем нет. Есть пару минусов, но они такие, не очень значительные, но тем не менее. Если вы хорошо будете им пользоваться, то вам его будет хватать на полдня. Смотреть кино, там бороздить интернет постоянно. Если для звонков, на день спокойно. Вот это вот его минус аккумулятора. То есть для меня было непривычно, что я чуть-чуть там порубился в игры. Пару-тройку часиков, все. Он мне говорит, заряди меня. Ну пришлось заряжать. И второй минус, но он даже и не минус. Когда вы держите телефон вертикально, потом хотите посмотреть кино или там фоточку. Ну, имеется в виду, наверное, кино, потому что нужен звук. То вы переворачиваете аппарат. Ну вот я по привычке, у меня под левой рукой вверх, под правой рукой вниз. Я держу его вот так вот. И соответственно, что я имею? Я загораживаю мультимедийный динамик. Он находится снизу, вот здесь вот. Снизу слева. Я его, соответственно, загораживаю и все. Так же, когда во время игр, допустим, тот же самый Dead Trigger, я в горизонтальной раскладке, естественно, нему играет. Я переворачиваю аппарат, у меня раз звука нет. Я вначале такой думаю, а куда звук делся? Потом что-то начал так делать. У меня то появляется, то исчезает. Я такой, ё-моё, пришлось перевернуть. Ну то есть это непривычно. Когда я переворачиваю аппарат с вертикальной в горизонтальную, я делаю это против часовой стрелки. Это просто уже на рефлексе. Ну это вот мой такой косяк, или наоборот моя фича, или это косяк все-таки LG, но тем не менее. Стоит ли брать, если вы любитель андроида и всех самых свежих его версий, то да, однозначно, конечно. То есть всегда классно получать самые свежие обновления и самую свежую операционную систему. Рекомендую ли я его? Да, рекомендую. Абсолютно отличный гаджет. В нем нет таких прям выдающихся минусов, но и нет выдающихся плюсов. Он ровный, как бы каких-то там особых плюшек нет у него суперских. Ну конечно, экран мне очень понравился. Я люблю такие экраны, это высокая плотность, это вот то, что надо. И размерчик маленький. То есть он уже воспринимается как маленький аппарат. Раньше 5-дюймовый аппарат воспринимались как лопаты. Были 3,5 дюйма, да, были аппараты. Я помню, у меня был HTC Desire на 3,7 дюйма. Сейчас уже вот 5 дюймов, считается маленьким. Вот. Если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайки на YouTube. Подписывайтесь обязательно на мой канал YouTube, для того, чтобы получать обзоры первыми. Заходите, конечно же, на мой сайт gadgetmho.ru, где есть текстовые версии всех обзоров с картинками. Подписывайтесь обязательно на рассылку, вам будут приходить уведомления о свежих записях, опубликованных на сайте gadgetmho.ru. Спасибо, естественно, магазину marsvapole.ru. Это петербургский магазин телефонов, которые любезно предоставили вот этот гаджет мне на обзор, чтобы я составил свое мнение и рассказал вам о нём. С вами был Алексей Добровольский. Встретимся в следующем обзоре. Пока. На фоне данного обзора играл мой трек Space Nocturne номер 2. Если он вам понравился, заходите в Google Play, заходите в iTunes и покупайте его. Сделайте мне приятное. Спасибо вам большое. Субтитры подогнал «Симон»!